Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер. Мы говорим о здоровье, это проект «Природа-целитель». И меня в последние годы наши пациенты, как я их называю, да, может быть, и близкие люди, многие, заметив, что, ну, несмотря на то, что я говорю какие-то революционные вроде вещи, ну, как ни странно, при этом многие говорят, да-да-да, я что-то вот об этом слышала, в принципе, что-то в этом есть, да, даже вот я слышала, как это вот работает, ну, человек просто не готов это многое, да, воспринять, это совершенно нормально, потому что работают заложенные программы. Ну, вот задают все примерно одинаковый такой вопрос, на самом деле, вот по душе задают его совершенно откровенно, так а кому же верить? Ну, ведь всегда вот человек с диагнозом, у него всегда прорезается вот это, ну, ведь говорят, ну, ведь говорят. Ну, даже он не говорит, там, вот врач сказал, но врачи говорят. Нет, ну, вот человек понимает, что то, что врач говорит, это всего лишь так прописано, тут есть понимание, что и врачи ни к чему хорошему привести не могут, потому что не хотят, а не обязаны делать то, что вот им прописано. И это-то люди, я не вижу никаких глупых людей, которые вот не понимают, что таблетками их там убивают, ну, за редким исключением. Там была женщина одна сказала, от антибиотиков хорошо сразу, а там ваши эти фитопрепараты наоборот, на самом деле. Ну, правильно они провоцируют выход того, что вглубь ты пытаешься как бы блокировать, чтобы не выходило, но все-таки вот люди все это понимают, и при этом переспрашивают, ну, кому же верить, вот, и абстрактно так, ну, ведь говорят, кто там говорит, там, ну, не важно, кто говорит, и я уже, ну, немножечко, может быть, ну, не на повышенном томе, но как-то так пытаюсь парировать, ну, какая разница, я не хочу даже обсуждать, кто это сказал, Малышева, либо это заслуженный какой-то врач, там, сыроед, фруктоед, и как бы оставьте человеку, каждому человеку право ошибаться, либо транслировать вообще чужие мнения, да, мало кто, еще хорошо, когда человек ошибается от себя, стыдно мне было за то, когда я иногда повторял что-то чужое, не перепроверивав, не уверовав в это, не отработав это на практике, а однажды там ни один человек сказал, у, банана нельзя, это слезть там, все ГМО, ну, берется рамка, вот, ну, да, и мы можем, ну, хоть как-то попытаться что-то измерить, что на самом деле ГМОшных бананов в России, там, процентов 10, из Эквадора идет в основном не ГМО, ну, хотите вот проверять маятником или рамкой каждое это, да, ГМО, не ГМО, там, что тут, то, что вам там налепят, наверное, пишут на этом, это уже не имеет никакого значения, там вот есть финики из Туниса, на них там пишут стандартно, не ГМО, а там еще какое ГМО, да еще все, еще сварено с сиропом каким-то, с сахарным, это вообще есть нельзя, и вот этот вопрос, ну, вот, ну, говорят же, ну, вот, вот, это попытка перенести ответственность там на кого-то, да, ну, послушай, раз информация вам зашла о том, что вот, вот, можно так, можно так, а этот, сяк, и как бы теперь вот работайте с этой информацией, либо ее убирайте, либо как-то из нее что-то делаете, ну, человек сам себе и диетологию пишет, и здоровье свое сохраняет, и как бы здесь нет никакого, не получится перенести ответственность, все равно ответственность придется отвечать именно за свое, как за сделанное, так и не сделанное, прочувствованное, самое главное вообще, что вот из этой реки вот говорят, самое важное, что мы, как бы, чем питаем, вот, высшие силы, скажем так, или вот создаем нашу матрицу души, да, ее заполняем, это не вот какими-то там действиями, это чувство, это восторг, благодарность, вера, да, то есть это вот то, что мы еще называем, ну, вот не просто ощущение, а именно чувствование, осознание, а как бы то, что мы там вот что-то просто копошимся, ну, это мы сами такие игры придумали, так друг с другом тут играем, и вот это вот, ну, вот, ну, так же вот сказал, вот такой-то гору, ну, посмотрите, какой он умный, и я с удовольствием буду потом делать ролики еще раз, еще раз называть людей, которых бы я посоветовал изучить, их опыт, и, но с каждым, например, где-то в каких-то пунктах я не согласен, и, ну, как бы, и вот, я уже понимаю, что, да, это будут, конечно, вплески, как бы, да, кто ты такой, для меня я самый, я бог, для своего внутреннего мира, и что там, что бы ни сказал Юрий Фрагов, Михаил Советов, либо Марва Гаганян, да, к примеру, это из таких вот, ну, все-таки очень заслуженных людей, которые очень много сделали для именно осознания питания, они это люди науки, или это, может быть, скажем, менее известные там люди, Андрей Счастье, Ульяна Ро, да, они уже мало кому там известны, из там людей моего поколения и старше, и это могут быть различные американские деятели, там тоже много по питанию, сейчас много интересного, но все друг другу, не то чтобы противоречат, но у каждого можно что-то найти, новенькое, а что-то можно и отбросить, там Агулов, например, замечательно топит молочку, но при этом, ну, без мяса никак, и вот вообще, да, при этом, ну, это рассказывается время о чистках, о том, что, как бы все-таки закисляемся, мы тут же, вот, пожалуйста, то есть это, 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 в принципе, нормально, даже если мы, ну, закроем глаза, что многие там куплены, и, возможно, что, ну, может быть, что-то приходится говорить, ну, так ли это важно, говорить человеку, это от своего маразма, и у меня тоже есть такие ошибки, либо это человек транслирует, да, чужое, просто так, либо за деньги, что, конечно, ну, это самому человеку уже держать ответ перед этим, как бы, здесь каждый является, по сути, вот, каким-то проводником, и все равно не сто процентов проводит свою, вот, истинную суть, да, все равно что-то подмешивается, мы находимся в разных эгрегорах, и религиозных, и просто в эгрегорах русского даже языка, всяких традиций, на нас действуют мафогенетические поля наших предков, программы, программы, которые нам заложены обществом, родителями, и наш, собственно, опыт, то есть наши, как бы, личные уже проработанные программы, и это совершенно нормально, что, что касается и той же вот диетологии, у каждого она, по сути, своя, поэтому вот этот вот вопрос, ну, там, кому же верить? Никому, не надо никому верить, смотрите на практику, анализируйте, и смотрите, чтобы, ну, не обманывайте только себя, да, и, как бы, ну, что, что, ну, вот кто-то там вот сказал, надо еще задумываться, зачем, сказал, то есть по своему ли опыту, вот, ну, приходите, приходите к онкологу, ну, вы вот спросите вообще, как бы, а вы знаете вообще, вот, точно знаете, что такое онкология, как бы, вот, знаю, что на даже очень-очень большие профессоры, академики, они толком там не могут сойтись вообще, да, и еще вот такой, например, вопрос, а сколько исцеленных у вас? Нет, не то, что вы сделали супер-суперскую поперацию, у меня такие были онкологи, они показывали, вырезал там сто всяких клеточек, да, вот она, посмотрите, она теперь здорова, да, вы уверены, что в течение пяти лет она не вернется в онкостатус, а вот статистика говорит совсем о другом, поэтому, вот, практика является критерием истины, и, прежде всего, ваша практика, поэтому, например, вот, что касается питания, когда я вот сейчас пропагандирую эти три фазы питания, это минеральное, питательное, и кислотное, и описываю, и все время к ним возвращаюсь, я вижу, как это работает на практике, и не только у меня, нет, а вот именно, что это можно применять к любому человеку, и здесь важно заметить, что всем нам даны одинаковые, вот, физические скафандры, и живем мы в одних законах природы, и вот эти все отговорки, что, ну вот, это вот у вас так, а вот у нас все вот совсем по-другому, поэтому мы там можем и есть все, и чиститься нам не надо, и, как бы, вот, мы будем жить там, вот, как Малышева сказала, да, или эти, то есть, вот, это вот очень глупо взять и встать за кем-то одним, и вот я буду делать только как вот он сказал, только как Михаил Советов, да, ну, в принципе, это уже было очень, очень хорошо, вот кого я упомянул, но все равно, как бы, сейчас пытаюсь вспомнить, с чем, например, там у Михаила Советова, по-моему, был с чем-то, каким-то, может быть, мелочи, не согласен, да, что-то он там, например, сказал, что человек вот ест так много, потому что вот, ну, так много надо там получить энергии от вареной еды, от нее не получить энергию, мне все равно, сколько мне вот людей не будут рассказывать, доказывать, я пока не уверую обратно, что все-таки там вот порция вареной еды дает все-таки больше, чем забирает в конечном итоге, мне вот, ну, вот мне вообще все равно, хоть Иисус спустится сейчас и скажет, да ты что, я тебе вот, верь, ну, вот как бы, вот материальном верье нет, возьму и буду вот со своим, своей интуицией разговаривать, да, и вычислять, окей, я скажу, беру, как бы, паузу, буду, будем шуршать, смотреть, да, ну, вот так вот, чтобы взять и кому-то поверить, а зачем это, как бы, никто, по сути, не просит верить себе, это просто человек, ну, вот, наслаждается, либо тем, что делится информацией, либо обязательно хочет ее насаждать, ну, это уже эго-программы, да, и на самом деле, никто не будет заниматься, вот, вашей именно жизнью, вы сами за нее отвечаете, вы бог своей внутренней вселенной, и что вы потом будете говорить своим клеточкам, погибающим от всех этих метаболитов, невидовой пищи, что, ой, ну, я же поверил, по телевизору сказали, что вот нужно мясо, без него это не выжить, но в каком качестве, ну, попробуйте вот и выжить, да, и не хотите пробовать, ну, идите, иначе за этим программами, ну, вот, не надо только переспрашивать, вот, по какой же книжке жить, там, Поль Брэк написал, что соль нельзя, и тут же, пока эта информация приходит, что на самом деле, Поль Брэк и воду, да, дистиллированную, но потом в нее же добавлял правильную соль, ну, никто не видел, кто это знает, сто процентов, и какое это вообще имеет отношение, так можно копаться по каждому там мелочи, и каждый говорит, я это делаю, потому что там сказали, да, надо жить, вот, по внутренней интуиции, я вот делюсь только тем, до чего дошло, вот, мое тело, ну, да, это как пример, либо, как в работе с пациентами, я даю рекомендацию, но сейчас и врачи даже, они же пишут, рекомендовано, они не пишут, больше назначают, заметьте, никто вам уже ничего не назначает, делайте все сами, и как говорил Хакамадо, да, молодежи, что вам очень повезло, что вы родились в России, здесь живете, и ты можете творить, здесь вы никому не нужны, никто вашим будущим не занимается, ну, это она говорила еще несколько лет назад, сейчас уже так начинаю заниматься будущим, пропагандой более, как бы усиленно, но все же страна возможностей, и здесь как бы вот такой вопрос, что кому же верить, ну, он просто, ну, на самом деле наивный, и это беспредметно, то есть верить можно только себе, своему опыту, опыту именно счастливой жизни, которую я вам и желаю всем, до скорых встреч, Широков Андрей, Клуб Эфлер, www.effler.ru, Пророда Целитель, спасибо.